В прошлый раз мы закончили рассмотрение точечных частиц в общей теории относительности. Сегодня мы рассмотрим общие свойства уравнения Эйнштейна, когда тензор энергии импульса представляет собой тензор энергии импульса для сплошной среды. Это важно в первую очередь для космологии. В космологических моделях мы считаем, что наша Вселенная заполнена материей, которая представляет собой сплошную среду. Что мы рассматриваем? Как обычно, мы рассматриваем многообразие. Для простоты мы считаем, что оно пропологически тривиально. То есть это просто R4 и x-альфа координаты. Альфа равняется 0, 1, 2 и 3. Сплошная среда описывается векторным полем скорости. Это 4 скорости. У альфа. Это векторное поле скорости. Векторное поле скорости. Векторное поле скорости. Теперь давайте рассмотрим систему уравнений dy-альфа. Рассмотрим интегральные кривые этого векторного поля. по d-тау равняется u-альфа от y. С начальным условием, что y-альфа по литаву равным 0, равняется x-альфа. То есть, если в начальный момент времени интегральная кривая проходила точку... То есть мы считаем, что интегральная кривая, то есть решение y от тау, в начальный момент времени находилась в точке x. y-альфа от тау. Это линии тока. Линии тока. Ну, вообще, я забыл сказать, сплошная среда примера. Это жидкость и газ. Это типичные примеры сплошной среды. y-альфа от тау. Это линии тока. Это надо представлять просто, как есть жидкость, мы фиксируем какую-то частицу жидкости, и она двигается вдоль какой-то траектории. Векторное поле. Это касательные вектора ко всем этим линиям. Что мы предполагаем? От этого... Основная переменная — это не линии тока, а как раз векторное поле скорости. Мы предполагаем, что эта система уравнений имеет решение при всех для любых x r1.3 тут уже мы будем считать. Это топологически. Ну, давай... Да, это топологически. А здесь при любых m. И при всех тау. И для всех тау на вещественное си. Что это значит? Так, и еще что мы предполагаем, что... А, при всех тау и для всех x. Отсюда следует, что линии тока не могут пересекаться. Например. Потому что, если бы они пересекались, то в этой точке при заданном начальном условии система бы имела два решения. Ну, а из теории дифференциальных уравнений мы знаем, что это система обыкновенных дифференциальных уравнений при заданном начальном условии имеет единственное решение. То есть, линии тока не пересекаются. Вот. И поскольку они определены при всех тау, то это значит, что все наше многообразие пространства и время оно заполнено этими линиями тока. Там нет никаких пустот. Все гладко и хорошо. Теперь. Уравнения Эйнштейна имеют вид Каппа R альфа бета минус одна вторая G альфа бета на радиус равняется минус одна вторая на тензор энергию импульса. Космологическую постоянную мы сейчас положим равным нулю. Будем считать, что она тождественной ноль. Не тождественной, просто ноль. Так вот, постулат. Постулат. Тензор энергии импульса для сплошной среды имеет следующий вид. Эпсилон плюс П у альфа и у бета минус эпсилон G альфа бета. Это постулат. Где эпсилон это плотность энергии. Энергия. АП давление. П давление. АП давление. Слева у нас стоит тензор. У альфа это вектор, у бета вектор. Их произведение является тензором. И G альфа бета. Так, я написал, давайте с верхними индексы должны быть вверху. Одинаково. Либо внизу, либо вверху. И обратная метрика тоже тензор второго ранга. Отсюда следует, что это скалярные поля. Скалярные поля. Скалярные поля. Теперь, откуда вот это? Это из механики сплошных сред. Из обычной нелетивистской механики сплошных сред. Как это выводится? Это не выводится. Но некоторые наводящие соображения, они содержатся, например, у Ландау и Лившица. Ну, в общем-то, да, у Ландау и Лившица есть построение тензора энергии импульса в нелетивистском случае и его обобщение на релетивистский случай. Это мы опустим. То есть, это мы будем считать, что нам дано. Что важно? Важно то, что это выражение для тензора энергии импульса не является следствием какого-то вариационного принципа. то есть, в принципе, вот, когда мы рассматривали точечные частицы, там правая часть уравнения Эйнштейна получалась при варьировании действия для точечных частиц по метрике. Так вот, это действие нельзя получить, это можно доказать, что это действие не существует такого функционала, вариация которого по метрике давала бы такой тензор энергии импульса. То есть, это мы пишем руками, без всякого действия для жидкости. В книжке Хокинг-Иллис это получен, вот это выражение получено из вариационного принципа, но при варьировании не по метрике, а по, по-моему, по линиям тока. Это не то, что нам надо. То есть, так, чтобы действие зависело от метрики ну, Эпсилон, П и УА, такого действия не существует. поэтому почему вообще мы не можем построить так функционал, чтобы так, ну, в свое время я смотрел сходу, в чем проблема возникает? Проблема не возникает, просто сейчас. Так, давайте я не буду сейчас отвлекаться, на самом деле. Вот. так, я это рассматривал когда-то, но сейчас уже забыл. То есть, почему, как можно доказать, да? давайте, я не буду сейчас время тратить, я немножко подзабыл это. Вот. Пока поэтина слова, а потом, ну, как, я вспомню. надо просто посмотреть. Ну, вот смотрите, наводящее соображение. Мы действуем, функционал варьируем по метрике. Получаем первое слагаемое. Это значит, что у альфа у бета должно быть свернуто g альфа бета. Правильно? Тогда при варьировании, ну, имеется в виду s, это будет, s является интегралом. Ну, там, элемент объема. Вот, если поварировать по метрике, получится вот это. Но вектор скорости вот это тождественно равно единице. По определению вектор скорости у в квадрате у альфа у бета на g альфа бета равняется единице. так, ну, а это тоже следует вот отсюда. так, это тоже следует отсюда. Что у нас получается? у альфа, вместо у альфа мы подставляем dy альфа по d tau dy бета по d tau на g альфа бета. вот отсюда мы сюда подставили. Теперь, если мы выберем tau положим равной длине кривой, то есть d tau равняется корень квадратный из длины кривой из dy альфа dy бета на g альфа бета. это мы по определению положим, то есть в качестве параметра вдоль линии тока мы выберем длину линии тока. Тогда параметр определяется этим дифференциальным уравнением. Ну и значит вот эта свертка d tau в квадрате будет тождественно равна единице. Ну а если это равно единице, тогда действие не зависит от у. ну это наводящие соображения почему не существует такого действия. Так. Да, это я упустил. Надо было про вот это сказать с самого начала. То есть задано векторное поле. Давайте я тогда повторю. мы считаем, что у нас задано векторное поле. Про линии тока я сказал. Мы считаем, что у альфа больше нуля. То есть оно времени подобное. У векторное поле времени подобное. векторное поле скорости это временеподобное векторное поле. Вот. И кроме того, мы считаем, что параметр вдоль линии тока выбран канонический. то есть он совпадает с длиной линии тока. Это надо было сказать с самого начала. Конечно. Спасибо. Так. Поскольку у нас ковариантная дивергенция от левой части тождественно равна нулю, то должна быть равна нулю ковариантная производная от кензора энергии импульса сплошной среды. То есть что это значит? Дельта бета Т бета альфа равняется нулю. Это дополнительное уравнение. Оно имеет название. Это система уравнений уравнения реликтивистской жидкости. Жидкости ну или сплошной среды. Почему такое название я поясню. ну и давайте посчитаем какие у нас независимые переменные. Здесь у нас 10 компонент. G альфа бета это 10 переменных. Теперь у нас есть плюс 3 это вектор скорости. Поскольку вектор скорости в квадрате равняется единице, то у него только три независимых компонента. поэтому 3 плюс эпсилон и P плюс 1 и плюс 1 равняется 15. то есть у нас 15 неизвестных. А уравнение меньше. Здесь у нас 10 уравнений и здесь 4 14 уравнений. Этого мало для того чтобы поставить задачу. Поэтому мы требуем вернее накладываем дополнительное условие, что давление есть некоторая функция достаточно гладкая от плотности энергии. Это уравнение состояния. Уравнение состояния. Уравнение состояния. Теперь у нас 15 уравнений. Вот полная система уравнений, которую надо решить. Если среда это уравнение корректно, поскольку плотность энергии и давления являются скалярными полями, то это уравнение не зависит от выбора системы координат, поэтому корректно. Если наша среда допускает такое уравнение состояния, то она называется баротропная среда. баротропная среда. Баротропная среда. Это называется баротропная среда. Можно вопрос, почему вы считали еще среднее уравнение, чтобы добавить степень свободы, она же следует из-за верхнего. Еще раз. уравнение множество почему вы считали как сокращающие степени свободы? Нет, я не простей степени свободы, я говорил про количество неизвестных. У нас неизвестных 15, с этим вы согласны? А уравнение тоже, сейчас у нас 15 уравнений, здесь у нас 10 уравнений, здесь 4 уравнения, индекс альфа. Почему мы их считаем? Уравнение? Если треод удовлетворяет верхнему уравнению, то она автоматически удовлетворяет нижнему. Нет. Нет? Нет. Я это, если бы тензор энергии импульса был вариационной производной, тогда бы это было автоматически. А поскольку это не так, я это подчеркнул, то тогда это будет дополнительная система уравнений на эпсилон П и У. Ну и метрика туда входит. То есть, если бы тензор энергии импульса если бы тензор энергии импульса был вариационной производной, тогда это было бы тождество. Но в данном случае это не так. Это дополнительное предположение. А нельзя просто избавиться тогда от тензора энергии импульса если взять от первого уравнения к варианту производной? Тогда справа будет 0, а слева будет на R только. Не понял. Ковариантная производная вот от этого уравнения? Так, от левой части это 0, в силу тоже здесь Бианки. Это просто 0, если мы берем ковариантную производную. Поэтому для того, чтобы уравнения Эйнштейна были самосогласованы, необходимо, чтобы вот этот тензор удовлетворял этой системе уравнений. Это необходимые условия. А это не получится автоматически, если мы удовлетворим первое уравнение? Получится. Ну и что? Но дело в том, что мы что значит удовлетворим? Это уравнение мы решаем относительно метрики. С этим вы согласны? Да. Вот. Зададим такие U E и P что вот это не будет выполнено. Мы вправе задавать как хотим. Это правая часть уравнений. Выберем их так, что это не будет выполнено. Тогда эта система не имеет ни одного решения. Поэтому это дополнительное условие на правую часть. Понятно? понятно, да? Так, А теперь давайте посмотрим. Вот это я назвал уравнение реликтивистской жидкости. Почему? Для того, чтобы оправдать это название, рассмотрим нереликтивистский предел. нереликтивистский предел. Нереликтивистский предел. В нереликтивистском пределе мы считаем, что ну, во-первых, метрика G альфа-бета мы заменяем на метрику Минковского. Кроме того, мы считаем, что P гораздо меньше, чем давление гораздо меньше, чем энергия. Теперь компонента U0 это примерно у нас единицы, а пространственные компоненты гораздо меньше, чем единицы. Ну, обозначения у меня такие. U альфа равняется выделяем временную, а пространственные компоненты вектора скорости метим греческими индексами из середины алфавита. Вот рассмотрим такой предел. Что у нас здесь будет? T 0 0 равняется так, ну, а да, эпсилон плотность энергии это просто плотность среды. E равняется mc в квадрате, c у нас единица, вот, это плотность энергии, ее отождествляем с плотностью нашей среды. Тогда T 0 0 это у нас будет эпсилон плюс p у 0 у 0 единица минус чему-то минус а минус эпсилон на g 0 0 минус эпсилон так, я тут ошибку сделал. Здесь у нас p перед этим слагаемым. Минус p Так, ну это примерно равно эпсилон, то есть рог. p мы сокращаем, в смысле p гораздо меньше эпсилона. Теперь T 0 мю. равняется чему? Эпсилон плюс у 0 единица здесь будет у мю минус p все. И p мы здесь сокращаем эпсилон на у мю, где у мю это трехмерная скорость. И T мю у нас равняется чему? Эпсилон плюс p у мю у мю минус p минус p на дельта мю на это мю. И опять же здесь мы что сокращаем? Здесь мы можем это пренебречь давлением по сравнению с плотностью энергии. Этим слагаемым мы пренебречь не можем, потому что здесь стоит малая величина произведения скоростей. Вот у нас есть такой тенсор энергии импульса. Теперь рассмотрим первое уравнение d бета ковариантная производная вот t бета ноль. Чему это равно? Это равно d ноль t ноль ноль плюс d мю t мю ноль. равняется равняется d ноль ро плюс d мю от ро у мю и равняется нулю. Ну что мы видим? Это уравнение непрерывности. Уравнение непрерывности. Хорошо знакомое уравнение из механики сплошной среды. уравнение непрерывности. Производная от плотности вещества по времени это дивергенция от плотности вещества на скорость. Это обычное уравнение. Теперь это другие уравнения дельта бета на t бета мю равняется если здесь будет ноль ну давайте подробно d ноль t ноль мю плюс d ню t мю ню чему это будет равно d ноль t ноль мю здесь у нас ро получаем d ноль получаем d ноль у мю плюс у мю на d ноль ро это мы первое слагаемое теперь второе дифференцируем здесь у нас плотность что у нас будет ну во первых плюс сначала ро у мю 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 а здесь народно правильно так теперь будет что у нас т мю мю дифференцируем сначала вот это то есть будет у мю на мю 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 а здесь будет ро у мю потом дифференцируем первое слагаемое д мю 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 пар games И дифференцируем давление. Это будет минус dνP и равняется 0. В силу уравнения непрерывности вот эти слагаемые сокращаются. Здесь уν выносим и d0ρ сокращается с дивергенцией. И что у нас остается? У нас остается уравнение Эйлера. То есть уравнение Эйлера. Обычно его делят на ρ, и получается, что ускорение d0, это обычное ускорение, закон Ньютона. Плюс на ρ разделили. Это уравнение Эйлера для идеальной жидкости. Таким образом, в нерелятивистском пределе вот эта система уравнений воспроизводит уравнение непрерывности и уравнение Эйлера. Поэтому вот это называется релятивистским обобщением ну и, соответственно, уравнение релятивистской жидкости. так хорошо Ну, пример. Пример вот уравнение состояния. ПВ равняется, наверное, вы все помните, м на мю рт. Уравнение состояния идеального газа. П давление, В объем. М – масса газа, мю – это молекулярный вес, Р – постоянная и Т – температура. Это стандартное уравнение идеального газа. Если разделить на объем, то здесь будет не масса, а плотность. А плотность – это есть не что иное, как плотность энергии. Плотность вещества – это плотность энергии. Поэтому для идеального газа мы получаем, что П пропорционально Е. Это линейное уравнение состояния. Так. Уравнение на температуру не понадобится еще дополнительно? В принципе, температура может меняться. Тогда эту систему уравнений надо расширить. Ввести как новую переменную температуру, соответствующее какое-то состояние. Это будет реликтивистская, называется термодинамика. То есть это более сложная модель. Когда еще… Ну, все зависит от температуры, которая может быть разной. Это реликтивистская термодинамика. Мы будем рассматривать случай, когда температура постоянная. Вот. Для простоты. Ну, для того, чтобы понять, этого вполне достаточно. Теперь, если мы возьмем след от тензора энергии импульса, т, альфа, альфа, он будет равен… Здесь у нас будет… Это е минус 3p. В прошлый раз мы рассматривали произвольное распределение точечных частиц. И мы доказали, что для совокупности точечных частиц след энергии импульса точечных частиц строго положителен. Это постулат. Теперь, ну, если для точечных… для произвольного распределения точечных частиц след энергии импульса положителен, то вполне естественно предположить, что он положителен всегда. Ну, это не доказывается, это постулат. Ну, отсюда сразу следует, что ε, ну, или давление меньше, чем p, меньше или равняется ε делить на 3. Ну, и естественно, для обычного вещества давление больше нуля. Хотя, в принципе, отрицательное давление может быть. Например, для резины. Я уже говорил, резины – это пример вещества с отрицательным давлением. Мы увеличиваем объем и давление возрастает. Вот. Но для обычного вещества считается, что давление больше нуля. Теперь, крайние случаи. как называются? p равняется нулю. Это p. Потому что частицы между собой, грубо говоря, не взаимодействуют. Они как-то двигаются в гравитационном поле и никакого давления не создают. Это p называется. Теперь, если p равняется ε на 3, то это излучение. В прошлый раз мы рассматривали ультрарелятивистский предел для точных частиц. То есть, если мы рассматриваем точечные частицы и предполагаем, что скорость движения точечных частиц стремится к скорости света, то тогда, проводя аналогию со сплошной следой, мы получим, что давление равняется 1 треть от плотности энергии. Поэтому это называется излучением в этот случай. Ну и, конечно, есть промежуточные случаи. Так. Теперь дальше пойдем. Поскольку у нас есть векторное поле скорости, то можно ввести проекционные операторы. pt αβ равняется g αβ минус u α u β. t это поперечное, трансверсал. И продольное. ну это по определению. Это u α u β. Это проекторы на линии тока и на гиперплоскость перпендикулярную линии тока. Ну, откуда это следует? Ну, допустим, pt αβ на u β равняется нулю. А p l αβ на u β равняется u α. То есть скорость проектируется на себя. вот есть проекторы. так, теперь если уравнение спроектировать на с помощью этих проекторов то получим следующую систему уравнений. Просто спроектируем ε плюс p дельта α u α это проекция на продольную это на вектор скорости плюс u α d α ε равняется нулю. И перпендикулярная ε плюс b delta delta β u α минус g α β минус u α u β d β p равняется нулю. Это мы просто спроектировали уравнение для жидкости на продольную и поперечную это на L а это на t получили такую систему уравнений так а здесь я забыл u β так извините u β а здесь будет delta β u α так теперь давайте на них посмотрим сюда давление не входит а сюда давление входит градиент давления входит но он умножается на вот такой поперечный проектор это значит что вообще сила определяется градиентом давления это значит что в уравнение реликтивистской жидкости входят только поперечная составляющая градиента давления то есть подольная составляющая давления она не входит в уравнение реликтивистской гидродинамики так вот если вот это равно нулю пусть это равняется нулю тогда у нас остается уравнение дельта бета так у бета дельта бета на у альфа равняется нулю то есть если давление не менее то есть вот у нас есть среда есть давление это скалярное поле если давление градиент давления перпендикулярен параллельным линиям тока то тогда для вектора скорости у нас получается такое уравнение а это уравнение экстремалий уравнение экстремалий экстремалий ну или геодезических потому что у нас экстремалии совпадают с геодезическими поскольку кручение и неметричность равны нулю то есть если давление нет или градиент давления параллелен линиям тока то тогда частицы жидкости двигаются по геодезическим или экстремалям теперь еще важный момент который принципиально отличает общую теорию относительности от гидродинамики в гидродинамике у нас всегда давление входит в виде градиента то есть абсолютная величина давления не играет никакой роли в общей теории относительности это не так в общей теории относительности важно не только важен не только градиент давления но важно и его абсолютное значение в уравнение гидродинамика действительно входит только градиент давления это так но вот в уравнение Эйнштейна входит само П не градиент а само П и поэтому откуда мы начинаем вычислять давление в смысле отчитывать давление играет существенную роль дальше то есть вот мы ввели жидкость теперь нам понадобятся следующие определения определения следующие определения определения если поля материи удовлетворяют условия первое условие так если поля материи удовлетворяют условия первое t альфа бета x альфа x бета больше или равняется нулю для всех времени подобных векторных полей x то есть это значит времени подобное x квадрате больше чем 0 так если поля материи удовлетворяют этим этому условию то мы говорим что выполняется слабое энергетическое условие если вот это условие выполнено для любых времени подобных векторных полей полей я да для любого времени подобного векторного поля то тогда мы говорим что выполнено слабое энергетическое условие второе если ро альфа бета x альфа x бета больше или равняется нулю где ро альфа бета по определению равняется т альфа бета минус единица на ну давайте минус одна вторая g альфа бета на т где т это след тензора энергии импульса опять же для любого векторного поля то мы говорим что выполнено сильное энергетическое сильное энергетическое условие ну на самом деле почему потому что тогда у нас каппа можно взять след от уравнения Эйнштейна и тогда у нас получится что каппа r альфа бета равняется ро альфа бета минус одна вторая минус одна вторая ро альфа бета то есть если взять след тогда здесь будет скалярная кривизна здесь будет минус две скалярных кривизны отсюда можно найти скалярную кривизну как след тензора энергии импульса перенести в правую часть и тогда у нас будет условие на тензор речи это условие также называется условием положительности речи сильное энергетическое условие и третье условие так если векторное поле т тензор тензор с компонентами на х бета времени подобно это называется доминантное энергетическое условие доминантное доминантное энергетическое условие доминантное мы берем любое временеподобное векторное поле свертываем с одним индексом получаем компоненты вектора так вот если этот вектор времени подобен то есть квадрат такого вектора больше чем ноль тогда мы говорим что выполнено доминантное энергетическое условие так ну предложение предложение в дальнейшем мы будем использовать вообще эти условия используются при доказательстве теорем о сингулярностях ну и мы тоже их используем будем использовать предложение 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 если эпсилон больше нуля и п больше нуля то тензор энергии импульса сплошной среды сплошной среды удовлетворяет удовлетворяет слабому и сильному энергетическому условию так ну доказательства давайте докажем но если посмотреть на эти условия то они инвариантны относительно общих преобразований координат потому что слева стоит скаляр свертка полная и здесь скаляр поэтому можно зафиксировать систему координат и проверить что выполнено условие поэтому мы выберем вектор x в таком виде единица 0 0 0 это всегда можно сделать тогда t 0 0 будет равно чему эпсилон u 0 в квадрате плюс давление на u0 в квадрате минус g0 0 нам надо доказать что это больше или равно 0 но первое слагаемое явно положительное а вот со вторым проблема здесь стоит минус g0 0 g0 0 положительное значит это отрицательное так берем что такое u0 u0 это u альфа g альфа 0 равняется u0 g0 0 плюс u0 g а неправильно так u0 здесь будет u0 g 0 просто опустили индексы у вектора скорости u0 так возводим в квадрат что у нас будет u0 в квадрате g 0 0 плюс 2 u0 u0 g0 и плюс u0 g 0 g 0 в квадрате это мы u0 возвели в квадрат просто и вычтем g0 0 минус g 0 теперь мы учтем что у нас квадрат равен единице квадрат u в квадрате равняется единице и тогда вот это вот многочлен перепишется в таком виде минус g 0 0 а здесь будет g миню минус g 0 минус g 0 mü на 0 n у так Так, ну квадрат, да, вот это слагаем, а это вот этот квадрат. Теперь здесь мы же на G-меню. Так, это где мы сделали? А, G-меню свертывается, когда сумму сумму, это будет единица. Поскольку U в квадрате равняется единице, это вот эта слагаемая. А удвоенное произведение, это вот эта слагаемая. Так, я не совсем правильно сказал. Когда мы свертываем G-меню, то будет квадрат пространственных компонентов. А здесь квадрат всех компонентов. То есть свертка G-меню пространственных компонентов скорости, она даст вот это слагаемое, плюс вот это. У ноля еще надо возвести в квадрат. А это у нас отрицательно определена матрица. Поскольку метрика имеет Лоренцеву сигнатуру, то есть теорема, что вот такая метрика, она отрицательно определена. Ну и отсюда следует слабое энергетическое условие. Ну аналогично можно доказать, в лекциях у меня есть. Давайте опустим, чтобы время не терять. Сильное условие. Так. Выполнение сильного гравитационного условия доказывается аналогично. Дальше. Следующее предложение. Предложение. Если модуль П меньше, чем модуль Е, то то выполнено условие энергодоминантности. Доказательство простое. Давайте я его опущу. Оно у меня в лекциях есть. Да, вообще лекции все читали? Ну, в смысле, это знает, что существует. Так вот, все замеченные опечатки и ошибки будут учитываться при сдаче экзамена. Так что, вот если вы читаете там что-то неправильно, на самом деле опечаток много очень, ну и ошибки даже есть. Поэтому вы карандашиком или ручкой... А определение П и Е есть? Не понял. Е – это энергия. Да. Значит, плотность энергии. Плотность энергии. То есть, энергия, она должна как-то определяться. То есть, она же не и телеслограмм-гранча определяется, как обычно. Силу оттуда. То есть, оно как-то определяться. Даже как и давление, так сказать. Она вообще говоря, определяет как сила, действующая на внешнюю поверхность. Ну, сила пропорциональна не давлению, а градиенту давления. Но это не важно. У нас в механике, вернее как, если у нас в общей теории относительности рассматривается сплошная среда, то я выписал полную систему уравнений. Из этой системы уравнений находится метрика, находится вектор скорости, находится плотность энергии и давление. Получается, что вот это геометрические вещи. Нет, это не геометрия. Это уже у нас правая часть, мы ее постулировали. А то есть, мы постулируем правую часть, вектор энергии, и там мы должны постулировать, что такое давление? Нет, нет. Давление рассматривается как неизвестная функция. Как неизвестная функция. То есть, она не имеет, грубо говоря, физического определения. То есть, это какая-то функция. Да, да. Там же и энергия, некая функция. Да. Единственное, мы задаем уравнение состояния. Как для данной среды, мы задаем уравнение состояния. Как это связывает насилие? П с Е? П с Е, да. Ну, например, П равно нулю. Или П пропорционально Е, с каким-то коэффициентом пропорциональности. Обычно, чаще всего рассматривают уравнение состояния такое. П равняется, ну, пишут так, константа единица минус гамма на Е. То есть, линейное уравнение состояния, это обычное, так сказать, мы будем рассматривать такие. Ну, почему единица минус гамма, там, ну, есть причины, некоторые выражения проще записываются. Разве у нас вот это последнее условие, оно не всегда выполняется? Конечно, не всегда. А когда вы рассматривали, что у нас веществление меньше, чем это равно, чем плотность энергии, зеленая натрия, это у вас к всему относилось? Этого недостаточно. Нет, этого недостаточно. То есть, отнюдь, не для всех средств выполнены эти условия. Ну, вернее, как? Ну, первое условие, давление, плотность энергии, давление положительное. Это для всех обычных средств это так. Поэтому для обычной среды всегда слабые и сильные энергетические условия, они выполнены. А вот это условие энергодоминантности, оно выполнено не всегда. Из доказательства следует, что если П больше, чем эпсилон, ну, у нас было, правда, ограничение, что П меньше или равняется эпсилон натрия. То есть, для обычной среды у нас это выполнено. Но, в принципе, бывает. То есть, для обычной среды у нас не только положительное, но еще и вот это условие, то, что уменьшит, не равно, чем абсолютно. То есть, все вот это условие. Не понял, погромче немножко. То есть, получается, все вот это полное условие, двойное неравенство, оно все выполняется только для обычных средств? Ну, для обычных средств все это выполнено. Вот. А, в принципе, можно рассматривать экзотические среды. А обычные как? Обычные как? Да. Ну, обычные считаются, если... Ну, вот, П меняется от нуля до эпсилона натрия. То есть, ну, если давление равно нулю, это пыль, частицы не взаимодействуют. Ну, и другой предельный случай, когда частицы летят со скоростью света. Это излучение, и в этом случае давление равняется эпсилон делить натрия. Когда они взаимодействуют между собой? Нет, они взаимодействуют. Почему? Давление у нас нетривиальное, значит, излучение, но эти частицы, они как-то сталкиваются, создают давление. Они взаимодействуют. Почему? Так. Они обычные, кроме резины, это какие? Ну, вот, темная энергия, например. В темной энергии мы считаем, что там давление отрицательное. Вот, и оказывается, что для того, чтобы предсказания общей теории относительности ну, совпадали с тем, что наблюдается в настоящее время, оказывается, что введение отрицательного давления, оно вравнение, так сказать... Так, об этом потом. Это когда мы будем рассматривать космологические модели, тогда об этом поговорим. Так. Вот, я выписал полную систему уравнений. То есть уравнение Эйнштейна, уравнение релятивистской гидродинамики и уравнение состояния. Это полная система уравнений, которую надо решить. Это система уравнений кавариантно. То есть при преобразовании координат у нас уравнение умножается на матрицы Эйкобия, детерминант которых отличен от нуля, поэтому можно сокращать. Эту кавариантность можно использовать для того, чтобы уменьшить число неизвестных функций. Уменьшить число. Общее преобразование координат... Описывается четырьмя, параметризуется четырьмя произвольными функциями. Поэтому мы можем зафиксировать четыре каких-то неизвестных функции. Так. И... Так, определение. Определение. Система координат, в которой вектор скорости имеет вид 1, 0, 0, 0, называется сопутствующий векторному полю. Ну, то, что эта система координат существует, ну, это хорошо известно из математического анализа. Если у нас есть векторное поле, то координаты всегда можно выбрать так, что одна из координат будет... Ну, вернее как, одна из координат будет иметь... Одна из координатных линий будет иметь касательный вектор U. То есть такая система координат известна, что она существует. Так. В этой системе координат ковариантная производная дельта альфа у бета. Это что будет? Дельта альфа у бета плюс гамма альфа. Здесь будет 0. Здесь бета. Вот так. Ну, здесь мы бы написали у гамма и здесь у гамма. Но поскольку у нас только нулевая компонента, отличная от 0, и она равна 1, то будет так. И это равно 0, поскольку частная производная от таких компонент тоже 0. Опустим индекс бета и тогда у нас возникнет уравнение какое гамма так, я неправильно говорю. Это не равно нулю. Это равняется гамма альфа 0 бета. То есть частная производная от вектора скорости это просто символы Кристофеля. Это я что-то не туда залез. Так, теперь рассмотрим векторное поле Х. Тогда у этого векторного поля при бесконечно малых преобразованиях координат будет следующее приращение. Вариация формы компоненты имеет вид какой Х-бета Д-бета У-альфа То есть рассмотрим преобразование координат Х-альфа переходит в Х-альфа плюс У-альфа от Х. Где У-альфа мало. Не, нет. Ну да, пусть У-альфа будет мало Тогда вариация формы компоненты будет иметь следующий вид У-бета сейчас Д-бета Х-альфа Что? Или там и другая планка Ну, я неправильно на самом деле сказал Плюс Эпсилон У-альфа У-альфа это тоже А Эпсилон гораздо меньше единицы И тогда здесь будет Эпсилон Вот так То есть мы вдоль этого векторного поля делаем бесконечно малое преобразование координат Так Теперь Вот это у нас и здесь Эпсилон Вот это вот у нас ноль Значит это равняется минус Эпсилон У-бета Д-бета Х-альфа Это значит что в этой системе координат производная Ли вдоль векторного поля равняется просто чему У-альфа от компоненты будет У-бета Д-бета Х-альфа Отсюда следует поскольку вот это слагаемое обращается в ноль А производная Ли это приращение на поделить на Эпсилон и взятое с обратным знаком то это просто частные производные Ну и можно аналогично можно рассмотреть преобразование произвольного вектора и доказать что любая производная Ли от любого вектора альфа 1 альфа К тут бета 1 бета К будет совпадать с частной производной ну будет иметь следующий вид Д-бета А-у то есть в производную Ли будет ходить только простые слагаемые такие Так Теперь давайте вот это сопутствующим векторному полю А теперь давайте определим просто сопутствующие систему координат Ну в литературе эту систему координат тоже часто называют сопутствующие Ну здесь я хочу разделить вот это я называю сопутствующий векторному полю и просто сопутствующую систему координат Я хочу это разделить Вот определение будет совпадать если метрика имеет блочно-диагональный вид Я хочу сделать более общее дать более общее определение Для того чтобы дать более общее определение я введу АДМ параметризацию орновид метрики Она имеет следующий вид n в квадрате сейчас я объясню что это такое плюс n ро пространственные 3 n ро здесь здесь будет n здесь будет n а здесь будет g n это ADM параметризация метрики орновид 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 дезер и мизнер это параметризация метрики очень удобно во многих задачах здесь что мы делаем ну это просто пространственный блок 3 на 3 это метрика 4 на 4 а это 3 на 3 теперь g 0 мы называем n мю это функция сдвига функции сдвига называется функции сдвига ну а g 0 0 равняется n квадрат плюс n ро n ро ну это у нас по определению это равняется n в квадрате плюс n ро n сигма на g ро сигма где g ро сигма это трехмерная матрица которая обратно к g меню то есть g ро сигма на g сигма н равняется дельта н ро то есть у нас есть пространственный блок он не вырожден можно взять обратную и обратную матрицу 3 на 3 мы пометили шляпкой вот потому что она не совпадает с обратной частью обратной большой метрики если взять обратную метрику для g альфа бета то она будет иметь другой вид там в этом блоке не будет это стоять ну ладно у меня это подробно написано так вот и отсюда находим m мы считаем что n больше здесь n больше нуля это функция хода функция хода то есть вместо g0 ну ну грубо говоря g0 мы назвали функцией сдвига а вместо g0 мы ввели функцию хода которая находится из этого условия с точностью до знака мы фиксировали знак для определенности то есть это параметризация метрики дальше что мы строим а вот эти буквы одинаковые а диагональ вот это обратно одинаковые буквы или нет да это вот это вот g0 мю вот это вот нет вот g мю ноль а а вот это вот g0 ню ну альфа бета здесь наоборот как как я это первый строка наверное нет это да g мю 0 а это g0 ню да первый и второй так а а это вот функция хода называется это просто функция без индексов вообще эта параметризация оказалась чрезвычайно удобной во многих приложениях у меня она подробно описана вот в лекциях она подробно описана так а теперь выполним следующее построение введем вектор n по определению он имеет следующие компоненты так единица на n здесь будет d0 минус n мю на d мю так и введем емь по определению это просто касательные векторы к сечениям x0 равняется константа то есть то есть касательные векторы обычные координатные базы с касательные векторы к сечениям x0 равняется константа так мы да что мы предполагаем когда мы выбираем эту параметризацию я забыл сказать мы предполагаем что x0 это время это значит что g0 0 больше 0 это первое предположение и второе предположение сечения это независимые предположения x0 равняется константа все сечения такие пространственно подобные пространственные подобные это предположение независимое вот если Если сечение пространственно подобное, то тогда матрица 3 на 3 G меню отрицательно определена. Потому что сигнатура плюс-минус-минус. Так что мы здесь делаем? Мы ввели вектор E мю. Это касательный вектор к сечениям X0 равняется константе. Обычный касательный вектор. И ввели новый вектор. Легко проверить, что N в квадрате равняется единице. И N в скалярное произведение с E мю для всех мю равняется нулю. То есть вектор N направлен перпендикулярно к этим пространственно подобным сечениям и имеет единичную длину. Теперь рассмотрим базис в касательном пространстве, который состоит из векторов. Это базис касательного пространства. Это базис касательного пространства. Он не голономен. Потому что коммутатор N и E мю отличен от нуля. В общем случае. Здесь у нас есть... А сейчас я поясню. Вот у нас есть 4 векторных поля. Если бы они коммутировали все поля, то что E мю с Е мю равняется нулю, это очевидно. По определению. Частная производная коммутирует. А здесь нетривиальные функции стоят. Поэтому в общем случае N не будет коммутировать с E мю. Что такое голономный и неголономный базис? Если бы вот это равнялось нулю для всех E мю, тогда существовала бы система координат такая, что вот этот вектор N был бы просто координатным вектором, для некоторой координаты Y0. Но поскольку такой базис называется голономным, когда существует такая система координат, что каждый координатный вектор, вернее не координатный, что такая система координат, что базис касательного пространства будет из себя представлять координатный базис касательного пространства. А если коммутаторы не равны нулю, тогда этого базиса не существует такого. И этот базис называется неголономным. Так, вот что такое голономный. То есть базис в касательном пространстве, он существует в касательном, в каждой точке в касательном пространстве такой базис существует. Но система координат такой, чтобы N был бы координатным вектором, такой системы координат не существует. Ну, все векторы и тензоры можно раскладывать по этому базису, естественно. И определение. Система координат. Называется сопутствующей. Там было сопутствующий векторного поля, а здесь просто сопутствующий. Если вектор У, компонента, вектор скорости жидкости совпадает, имеет компонента Nα. Вот этого вектора перпендикулярно. То есть, как это себе представлять? То есть, частицы жидкости двигаются перпендикулярно сечением x0 равняется константа. Так, ну, можно подробно написать. Это будет так. 1 на N минус Nμ на N. Это сопутствующая система координат. Вот. Теперь, если метрика имеет блочно-диагональный вид, то оба определения совпадают. Вот если метрика имеет такой блочно-диагональный вид, ну, тогда определения совпадают. Для такой метрики функция хода равна 1, а функция хода равна 1, а функции сдвига равны 0. То есть, в этом случае определения совпадают. Зачем нам это нужно? Эти определения. Зачем нам они нужны? Искандер, вы там переворачиваете? Двигаете? Хорошо, спасибо. Это нужно вот зачем. Значит, когда мы решаем систему уравнения Эйнштейна, мы должны зафиксировать как-то систему координат. И мы говорим, допустим, выберем сопутствующую систему координат. Вот такую. Тогда, я забыл сказать, вот в этом базисе, если у нас вектор есть, это координатный базис. Это координатный базис. Теперь, введем базис, вот состоящий из векторов n и eµ, и тогда вектор раскладывается по этому базису xαт на eαт, это у нас по определению как раз наш базис построенный. и eµ. А пробегает значение 4... Так, а здесь я правильно написал. а индекс а мы будем считать, что он пробегает значение перпендикулярное и мю. То есть он тоже пробегает значение 0, 1, 2, 3, но нолик мы будем обозначать значком перпендикуляр, а 1, 2, 3 будет обозначаться индексом мю. Так вот, в этом базисе по построению метрика GAB, не Gαβ, а GAB по отношению к этому базису, она будет иметь блочно-диагональный вид. Ну, GAB можно, естественно, определяется исходной метрикой, ее нетрудно построить. Вернее, она будет просто, здесь будет G-меню ставить. Так. Зачем нам это нужно? Если рассмотреть T, A и B, то это у нас будет ε плюс P на UA, UB, минус P на G, не G, один индекс мы опустили, дельта AB. Мы один индекс опустили. Так вот, в сопутствующей системе координат по отношению к этому базису, вот это, поскольку у нас UA, тут я не написал, UA как раз будет иметь, если спроектировать, то UA будет иметь такие компоненты, 0, 1, 0, 0, 0. То есть, G, 0, 0 будет диагональная матрица, которая будет иметь следующий вид, ε, минус P, минус P, минус P, а здесь 0. То есть, в сопутствующей системе координат, вот в этом базисе, AB, тенсор энергии импульса будет диагональным. вот почему хороша эта сопутствующая система координат. Если бы мы здесь написали Tαβ, то тенсор энергии импульса, он бы не был диагональным, потому что в системе координат, сопутствующей векторному полю U, у нас бы здесь стояло что? ε плюс P, здесь бы стояло Uα, а здесь Uβ. Ну, минус P на Δαβ. Если Uα имеет компоненты в сопутствующей векторному полю, то здесь будет 1 при α, равном 0. Но вот эта компонента, Uβ, она чему равна? По определению, это будет UαG Uα на Gαβ. Если матрица Gαβ не является блочно-диагональной, тогда здесь уже какая-то функция и все компоненты отличны от нуля. То есть, если просто выбрать сопутствующий, вернее, если выбрать систему координат, сопутствующую векторному полю, где Uα имеет такой вид, то тогда тенсор энергии импульса, он не будет диагональным в общем случае. А если выбрать просто, вернее, да, если выбрать систему координат сопутствующую, то в этой системе координат у нас тензор энергии импульса будет диагональным. Оба определения совпадают для такой блочно-диагональной метрики. Вот. Оба определения совпадают. Ну, справедливости ради, так, надо перерыв сделать. Да, давайте сделаем перерыв. Ну, сейчас я скажу. В учебниках по общей теории относительности, когда рассматривают космологические модели, часто говорят такие слова, что рассмотрим сопутствующую систему координат векторному полю. тогда у альфа имеет такой вид, тензор энергии импульса диагонален, говорят. И это не совсем точно, потому что на самом деле делается предположение, что метрика имеет блочно-диагональный вид. Здесь я рассказал это подробно, чтобы обратить на это внимание. Конечно, не во всех учебниках так пишут. есть правильные учебники, как говорится. Вайнберг это подчеркивает, что это независимые предположения. Вот, поэтому я решил разделить. Так, давайте перерыв. Так, мы продолжим. В прошлый раз я обещал вам, что мы начнем новый материал сегодня, но вот не получается, поэтому я еще должен рассказать кое-что из того, что я рассказывал год назад. Так, определение системы координат. Ну, перед перерывом я дал определение системы координат сопутствующей векторному полю и сопутствующую систему координат. Определел. Вот, эти системы координат были выбраны, ну, как-то согласованы с векторным полем, которое задано на многообразие, помимо метрики. сейчас мы рассмотрим выбор системы координат, который привязан не к векторному полю, а к самой метрике. То есть про векторное поле мы сейчас забудем. Система координат называется временной нехорошо. не система координат, а так, если метрика имеет блочно-диагональный вид G альфа бета равна единица ноль ноль здесь будет G меню то то мы говорим, что выбрано временная калибровка для метрики. Временная калибровка. Ну этот термин на самом деле он взят из квантовой теории поля. там в теории калибровочных полей, когда фиксируют калибровочное преобразование, то говорят, что мы накладываем калибровку. Поэтому мы здесь также употребляем такой термин. Почему временная калибровка, я это поясню. Так, эта система координат также называется синхронный, так же система координат, также называется синхронный, это другие названия того же самого, синхронный, гауссовый, или полу-геодезический, полу-геодезический, или полу-геодезический. Ну, в общей теории относительности такую систему координат часто называют синхронной. Об этом говорят, когда у нас метрика имеет Лоренцеву сигнатуру, плюс-минус-минус-минус, а в математике, где рассматривают допустим положительно определенную метрику, такую систему координат называют чаще всего гауссовая или полу-геодезическая. То есть это для положительно определенной метрики. Вот. Ну, что у нас? У нас преобразование координат параметризуется четырьмя функциями, и здесь мы наложили четыре условия, то есть количество зафиксированных компонент метрики тоже равно четырем. можно доказать, что такая параметризация, а мы докажем, мы построим систему координат, поэтому вот. Почему называется синхронная? Это я хочу пояснить. интервал у нас имеет по определению такой вид g альфа бета dx альфа dx бета. Рассмотрим два события, которые произошли в одной точке. c с координатами x0 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 c и в той же точке события d x0 d в другой момент времени, но в той же x0 и другие. Тогда разность длин мировых линий вернее так будет задаваться следующим интегралом. Интеграл по dx 0 корень из g 0 0 в общем случае корень из g 0 0 а здесь будет x0 c а здесь будет x0 d это длина мировой линии которая задается следующим условием следующим уравнением x0 x0 равняется x0 c плюс нет правильно плюс x0 d минус x0 c на tau то есть мы построили прямую линию x0 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 равняется константе которая соединяет два события c и d tau принадлежит 0 1 это длина мировой линии то есть в общем случае что у нас получается у нас получается что внешний наблюдатель он меряет вот эту координату и эту то есть для внешнего наблюдателя время будет между этими двумя событиями просто x0 d минус x0 c если g0 0 равняется единице какой-то системе координат то тогда внешнее время которое вернее как внешнее время которое меряет наблюдатель между двумя событиями равняется просто длине прямой линии собственной длине а в общем случае если же 0 0 нетривиально то длина мировой линии будет отличаться от того что меряет внешний наблюдатель так теперь рассмотрим другую ситуацию когда у нас есть события а с координатами какими так события а ну здесь я ничего пока не буду писать а здесь я напишу x мю и есть события б время сейчас я скажу близкое событие которое расположено в близ лежащей точке то есть в пространстве события расположены близко вот а сейчас я про время скажу вопрос на самом деле поставим следующий можно ли эти события считать одновременными и когда это вопрос о синхронизации часов вот если у нас две точки есть то вопрос можно ли синхронизировать часы в точке а и близкой точке б вот такой вопрос поставим поэтому я знаете вопрос о проблеме я не знаю пока ничего рассмотрим мировые линии этих частиц вот это мировая линия а а это мировая линия б то есть время меняется мы двигаемся вверх здесь время меняется двигается двигаемся вверх теперь предполаг что назвать одновременно мы берем какую-то точку здесь на мировой линии и спускаем свет сюда здесь свет принимается допустим наблюдателям и сразу же отражается обратно тогда мы будем говорить что два события одновременно если они произошли в этой точке и посередине между этими вот если этот отрезок поделить пополам то вот мы говорим что вот эти события являются одновременными это это определение одновременных событий в точках а и b с координатами x и x и x плюс dx это определение одновременности а теперь давайте запишем его математически поскольку испускается свет так ну здесь обозначения какие это x0 точка это точка x0 плюс dx 0 1 это точка x0 плюс дельта x0 а это точка x0 плюс dx 0 2 вот так но здесь dx 1 отрицательно а здесь dx 2 0 это мы увидим положительно как найти вот эти вот dx но поскольку это свет то интервал равен 0 поэтому надо записать следующее g 0 0 dx 0 либо 1 либо 2 в квадрате плюс 2 g 0 здесь здесь будет dx 0 либо 1 либо 2 dx ню либо 1 либо одинаковые плюс g мин dx nü dx nü равняется 0 поскольку это свет то для него интервал равен 0 так отсюда решаем квадратное уравнение находим dx 0 1 вот для этого и для этого это свет отсюда квадратное уравнение мы решаем получаем единица делить на g 0 0 а здесь будет так минус g 0 мю так dx мю если 1 то отрицательное то есть тогда здесь мы напишем минус плюс корень квадратный а здесь будет g 0 мю g 0 мю минус g мю g 0 0 dx мю dx мю то что стоит здесь эта матрица положительно определена это следует из того что метрика имеет лоренцевую сигнатуру и dx 0 1 отрицательно а dx 0 2 положительно если взять полусумму то получим выражение для дельта x 0 по определению это у нас dx 0 1 плюс dx 0 2 делить пополам и равняется минус g 0 мю dx мю на g 0 0 это определение того что два события одновременно älle когда имеется x 1 2 в первой строчке в смысле вот верхней строчке да да Либо 1, либо 2. А то есть один раз, так сказать, умножен на х1 и умножен на х2? Нет. Либо dx1, 0 в квадрате, либо dx2, 0 в квадрате. Либо то, либо это. Квадратное уравнение 2 корня. Я 2 корня написал. Один из них dx0,1, а другой dx0,2. Так. Вот эти события называются одновременными. То есть на самом деле события А и В называются одновременными, если здесь стоит х0, а здесь у нас стоит х0 плюс дельта х0. Вот такие два события называются одновременными. Так, теперь давайте выберем какую-то точку в пространстве времени. И синхронизируем часы вдоль какого-то замкнутого контура гамма. Тогда у нас дельта х0 будет равняться интегралу по контуру гамма. А здесь будет минус знак. Здесь будет g0μ, dxμ. А здесь будет у нас g0,0. То есть если мы синхронизировали часы вдоль какого-то замкнутого контура, то на самом деле получим другое время. Потому что этот интеграл в общем случае отличен от 0. Ну и отсюда сразу следует. Поскольку мы хотим сказать, что вообще возможно ли синхронизация часов в общей теории относительности, в какой-то системе координат. Ответ такой. Нет, невозможно. То есть нельзя сказать, что часы идут как-то синхронно. Определить, что такое синхронные часы. Но отсюда сразу видно, что если мы хотим синхронизировать часы в какой-то области U, то нам надо, чтобы этот интеграл был равен 0. Для любого гамма в этой области. Для любого замкнутого контура. Отсюда вытекает утверждение, что синхронизация возможна. Ну, предложение. В системе координат возможно синхронизация часов тогда и только тогда когда g0 mu равняется 0. Поскольку для любого контура значит g0 mu должно быть равна 0 в данной системе координат. И речь идет о синхронизации часов внешнего наблюдателя, который меряет координату x0. Отсюда вот эта вот синхронная система координат. Если метрика имеет блочно-диагональный вид, тогда g0 mu равняется 0, и возможна синхронизация системы координат. Дальше. 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 Пусть задана метрика такого вида. То есть пусть выбрана временная калибровка для метрики. Ну, что, есть метрика. Надо считать символы Кристофеля. Ну, они такие. Гамма 0,0 равняется гамма. Я, наверное, все не буду выписывать. Чтобы время не терять, все равно я их не считаю на доске. Гамма 0,0,0 равняется... Гамма 0,0,0 равняется нулю. Это прямой счет. Гамма 0,0,0 равняется... 1,2 g,0,0,0,0,0. Гамма 0,0,0,0,0,0 равняется минус 1,2 g,0,0,0. Гамма 0,0,0,0,0 равняется минус 1,2 g,0,0. Ну, что шляпка это означает? Это просто символы Кристофеля. Это пространственные индексы. Мюни-ру это 1,2,3 пробегает. Если мы для вот этой метрики посчитаем символы Кристофеля для блока 3 на 3, то мы его обозначим как раз шляпочкой. Трехмерной. Ну, и у меня выписаны в лекциях все компоненты тенсора кривизны. Я их не буду выписывать для краткости. Вот. А я выпишу уравнение для экстремалий. Уравнение для экстремалий или геодезических имеет следующий вид. Ну, экстремаль у нас задается функциями, четырьмя функциями x альфа от тау от тау. Это канонический параметр и длина экстремалия. Вторая производная по тау равняется 1,2. Здесь будет d0, g, x, μ, 0. Ой, с точкой x, с точкой ню. И еще пространственная часть будет равняться минус g, здесь будет d0, вот, g, ню, ро, здесь будет x0 с точкой, x, ро с точкой, минус гамма, мю, ро, мю, x с точкой ню, x с точкой ро. Ну, что сразу видно? Если мы спроектируем, то есть, x альфа это будет, что у нас, x0 от тау, x мю от тау для этой метрики, то вот это x мю от тау не будет экстремалью для трехмерной метрики. Первое впечатление было такое, что вот поскольку метрика имеет блочно-диагональный вид, то проекция экстремали на пространственное сечение тоже будет экстремалью. Нет, не будет, потому что вот появился дополнительное появилось дополнительное слагаемое, поэтому не будет экстремалью проекция. Так, ну, предложение. так, во временной калибровке калибровки координатные линии x0, то есть если x0 равняется какая-то константа на тау, тау это параметр, а x мю равняется константе. То есть координатные ноли линии x0 являются экстремальными. Ну, это видно. Если x мю линейная функция, вот тау, тогда вторая производная так, равна нулю, слева 0, а справа тоже 0, потому что x мю равняется константе. Я что-то это не сообразил сразу. Здесь 0, здесь 0. Теперь, если у нас ну и здесь то же самое, это 0, это 0, это 0. То есть уравнения для экстремали они легко выполняются. Так. что-то я хотел рассказать еще. я хотел доказать существование это синхронная система отчета. То есть надо доказать, что она вообще существует. Доказательство несложное, но поучительное. так предложение пусть задано пространство время М с метрикой лоренцевой сигнатуры. так это у нас дано. Тогда в некоторой окрестности можно по-другому. Тогда для любой точки Х существует окрестность УХ, в которой метрика имеет вид 1. Пусть эта метрика будет иметь вид 1. Так. Доказательства. 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 Вот у нас есть многообразие. мы выбираем произвольно пространственно подобную поверхность N. То есть поверхность N она вложена в M. Гиперповерхность. То есть если M имеет размерность 4, то вот эта размерность N равняется 3 и является пространственно подобной. Возьмем любую точку, проведем вектор нормаля во всех точках. Вектор нормаля проведем. выпустим из каждой точки по геодезической. Выпустили по геодезической. Пусть вдоль геодезической у нас параметр Rt. Тогда существует окрестность вот этой гиперповерхности N. Да. И выберем здесь координаты какие-то xμ. xμ равняется 1, 2, 3. То есть на этой гиперповерхности мы выбрали какие-то координаты пространственные естественно, потому что пространственная гиперповерхность и ввели новую координату и теперь в некоторые окрестности гиперповерхности N у нас будет построена система координат следующего вида x0 равняется t, где t это канонический параметр, длина этой экстремалии или геодезической, а здесь xμ. ну поскольку через любую точку в заданном направлении проходит одна и только одна геодезическая, то это будет система координат в некоторой окрестности гиперповерхности. так то есть мы построили систему координат теперь докажем что эта система координат в этой системе координат метрика имеет такой вид вот по построению на поверхности N поскольку мы выбрали нормальную это нормальные векторы к поверхности N то по построению на N на N метрика будет иметь вид 1 на поверхности N будет иметь такой вид вопрос возникает следующий когда мы сдвигаемся допустим вверх будет ли метрика сохранять свой вид или не будет вот это и надо доказать что метрика будет сохранять свой вид так ну экстремали описывается уравнением X альфа две точки равняется минус гамма бета гамма альфа X точкой бета X точкой гамма это уравнение для экстремали так теперь по построению вот эти координатные линии являются экстремалями координатные линии это значит что X ноль две точки равняется нулю а X точкой альфа это будет у нас один ноль 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 это по построению поскольку координатная линия X является экстремалью то координатная линия имеет следующий вид она просто равняется t вторая производная равна нулю а здесь остается следующее гамма ноль ноль альфа равняется ноль 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 равняется нулю нет альфа так альфа 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 можно так написать если вспомнить выражение для символа Кристофеля то у нас получится D0 от G ноль ноль равняется нулю а подставим сюда X ноль равняется t вторая производная равна нулю первая производная равна единице индекс альфа равен нулю X я написал X точкой альфа 1 0 2 0 вот поэтому гамма 0 0 0 равно нулю отсюда следует что производная по времени от G 0 0 равна нулю а теперь вспомним что G 0 0 у нас была равна единице на поверхности то есть получается следующее что вдоль нашей координатной линии у нас есть на G 0 дифференциальное уравнение с нулевым начальным условием отсюда следует что метрика будет иметь блочно-диагональный вид в некоторой окрестности не только на N по построению но и в некоторой окрестности так так теперь следующее свойство а почему я это рассказал еще один я сказал что эта система координат называется еще гауссовой или полу геодезической вот ну именно по этому построению координатные линии X 0 являются геодезическими поэтому поэтому полу геодезической полу потому что не все координатные линии геодезические а только перпендикулярные гиперповерхности вот и в математике чаще называют это полу геодезическая система координат аналогичную систему координат здесь мы выбрали гиперповерхность размерности Dimension N равняется ну размерности N минус 1 если размерность Dimension M равняется N то размерность гиперповерхности будет N минус 1 это мы так выбрали а можно выбрать любую можно на самом деле выбрать стартовать с гиперповерхности размерности меньше чем N но больше или равняется единице нулю то есть такую систему координат можно построить если сначала фиксировать произвольную какое-то произвольное подмногообразие но в частном случае если у нас размерность стен равна точке это нулю это значит что мы выбираем точку на многообразие вот и выпускаем из этой точки во все стороны геодезические вот и канонический параметр выбираем в качестве координат получаем нечто вроде сфилической системы координат на многообразие и такая система координат она называется нормальные координаты это нормальные их называют еще лимоновые координаты нормальные лимоновые еще как-то называют по-разному вот у меня в лекциях есть лимоновые нормальные координаты я подробно их построил то есть можно это все сделать так что я хочу теперь сделать я хочу доказать то есть мы сейчас доказали что синхронная система координат существует сейчас я хочу доказать следующее что выберем синхронную систему координат поскольку она существует тогда d0 от g меню не равно нулю если есть материя то есть когда мы рассматриваем в общей теории относительности материю как сплошную среду то тогда в этой системе вернее тогда в синхронной системе координат обязательно компоненты пространственной метрики будут зависеть от времени то есть нет статических систем координат так как это доказывается тензор энергии импульса так мы вводим функции p меню по определению это d0 от g меню это по определению ну буквой p я обозначил ну если рассматривать гамильтонов формализм и g меню рассматривать в качестве компонент координат независимых то по меню это нечто похожее на импульсы сопряженные g меню поэтому буква p вот ну можно вычислить тензор r альфа в это тензор ричи можно вычислить теперь мы считаем что выполнено уравнение Эйнштейна выполнено уравнение Эйнштейна выполнено уравнение Эйнштейна это значит что r альфа бета так я тут не выписал это будет минус единица на 2 каппа а здесь будет t альфа бета минус 1 вторая на t где t это след на g альфа бета еще t это след так теперь если это все расписать то получится следующая система уравнений минус единица на 2 каппа это ну просто берем и подставляем и эйнштей эпсилон плюс п здесь будет у 0 в квадрате минус 1 вторая е плюс 1 вторая п это у нас будет r 0 теперь смешанные компоненты р 0 минус единица на 2 каппа здесь будет эпсилон плюс п здесь будет у 0 у мю здесь r мю равняется минус единица на 2 каппа так здесь будет эпсилон плюс п мю мю минус 1 вторая g мю а эпсилон плюс 1 вторая g мю на п так это вот уравнение Эйнштейна теперь утверждение 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 такое предложение пусть эпсилон больше нуля и п больше нуля так так тогда уравнение Эйнштейна вот эти вот давайте их обозначим два тогда уравнение Эйнштейна два не имеют статических решений статических я имею ввиду вот по меню равняется нулю так так вот я а практически это искривление пространства а практически это искривление пространства в обрезе нет классически это то что нет статических решений в чем физический смысл этого утверждения но вот если вселенная у нас заполнена непрерывной средой то есть эпсилон и п больше нуля ну казалось бы что естественная система координат это синхронная когда внешний наблюдатель может синхронизировать часы во всех точках ну а это утверждение говорит о том что в такой ситуации материя будет двигаться не может быть такой ситуации что материя будет статично обязательно будет движение какое-то вот тип так так ну статичность метрики это значит что по меню равняется нулю по меню равняется нулю так в этом случае я вот пропустил вот это тензер ричи можно просто это вычислить через D0 же меню и все остальные компоненты тут у меня это в лекциях есть эти выражения но здесь я не выписал так или выписать так R 0 0 равняется формула не такие большие 1 2 D 0 P плюс одна четвертая P меню на P меню свертка R 0 это будет одна вторая здесь будет ковариантная производная с крышкой с крышкой это значит построенная по метрике трехмерной D мю P минус одна вторая дельта ню P мю и ню ну и R меню нам не понадобится вот как выражается тенсор ричи через вот эти P меню вот где P по определению это просто у нас свертка G меню на P меню это след P меню так вот статичность означает что P меню равняется нулю отсюда что у нас следует что R 0 0 равняется нулю и R 0 ню равняется нулю так отсюда будет следовать если это равняется нулю значит вот это равно нулю это нам ни о чем не говорит и это равно нулю поскольку у 0 отлично от нуля это у нас времени подобный вектор вот то из вот этого уравнения поскольку эпсилон и P больше нуля вытекает что у равняется то есть вот из этого уравнения следует что у равняется нулю если у равняется нулю это значит поскольку квадрат вектора скорости равен единице то это значит что у равняется единице если у 0 равняется единице тогда из первого уравнения что у нас будет следовать тогда из R 0 0 равняется нулю будет следовать что 0 равняется 0 в квадрате равняется единице значит 1 2 эпсилон плюс 3 2 P это строго больше нуля доказано то есть статических решений нет так время заканчивается ну я думаю что смысла нет сейчас продолжать я собственно почти все вас а важно это такие я быстро довольно скажу то есть в лекциях на самом деле у меня написано немножко больше чем я рассказываю вот то есть можно посмотреть подробно там есть еще свойства некоторые которые касаются вот энергетических условий а сейчас я хочу закончить то есть мы сейчас рассмотрели кинематику вообще кинематику ну и некоторую динамику отчасти для сплошной среды в общей теории относительности а теперь я хочу вообще сказать про постановку задач в теории гравитации вот в общей теории относительности что нам надо найти это непростой вопрос на самом деле и вопрос непростой по следующей причине в математической физике при решении допустим уравнения Лапласа или волнового уравнения мы ставим либо граничную задачу либо задачу Каши это обычная постановка задачи а в общей теории относительности ситуация совершенно другая у нас есть уравнение Эйнштейна нужно найти метрику допустим что мы решили уравнение Эйнштейна и нашли метрику G альфа бета которая определена наше решение пусть определено во всем пространстве времени то есть вот в декартовой системе координат бесконечный куб во всем пространстве времени пусть определена решение но это не то что нам надо на самом деле дело в том что в общей теории относительности уравнения ковариантны поэтому все бесконечное пространство R4 можно отобразить в шар конечного радиуса какого-то радиуса пусть будет R то есть на самом деле вполне возможно то есть мы отобразим и наше решение которое определено во всем R4 оно будет на самом деле после отображения определено где-то в шарике и возникает следующий вопрос а может быть существует большая область которая включает этот шар и при сужении нашей метрики на этот шар будет возникать наше первое решение это такая ситуация существует вернее возможно и более того как правило так и получается то есть мы какую-то систему координат фиксируем начинаем решать уравнение взяли нашли метрику она определена всюду в какой-то системе координат ну и мы довольны так сказать но на самом деле это ничего не значит вот это ничего не значит потому что решение может быть наше можно продолжить так вот определение что нам надо на самом деле пространство и время называется называется максимально продолженным если любая геодезическая или экстремаль может быть продолжена может быть может быть продолжена до бесконечных значений канонического параметра в обе стороны то есть мы берем точку через нее проходит одна и только одна экстремаль если любую экстремаль можно продолжить до бесконечного значения канонического параметра либо может любая геодезическая но тут либо либо может быть продолжена либо при конечном конечном то конечном попадет сингулярную точку под сингулярной точкой мы называем такую точку где какой-либо из геометрических инвариантов например скалярная кривизна или квадрат полного тензора кривизны обращается в бесконечность то есть задача на самом деле ставится в общей теории относительности так надо решить уравнение Эйнштейна а затем максимально его продолжить и процесс продолжения сложен очень сложен на самом деле потому что вот мы решили уравнение нашли метрику так вот после этого надо написать уравнение для геодезических решить эти уравнения и посмотреть можно ли ну при каком значении канонического параметра они ну при подходе к краю если он есть чему это соответствует к бесконечному значению или к конечному но если к конечному значению то нам надо продолжить решение то есть постановка задачи в общей теории относительности она качественно отличается и более того в этом смысле сначала когда мы решаем уравнение Эйнштейна мы не знаем какая топология пространства и времени то ли оно топологически тривиально R4 а может и нет мы этого не знаем и мы не предполагаем ничего про эту топологию ну как правило как правило ничего не предполагаем мы находим решение и строим максимальное продолжение этого решения и часто оказывается так что топология которая возникает она становится нетривиальной ну например это черный если взять решение Шварцшильда вот Шварцшильд нашел решение в 16 году по-моему самое знаменитое решение сферически симметричное вот оно определено ну почти в R4 там есть сингулярные точки но почти в R4 вот и оказалось что решение Шварцшильда можно продолжить вот это сделано в координатах Крускола и статья появилась в 60 году это продолжение было построено или в 61 больше это сколько 40 лет больше 40 лет прошло то есть люди об этом не знали а вот через 40 лет Крускол построил продолжение и то продолжение которое он построил не само решение Шварцшильда а именно продолжение имеет нетривиальную топологию вот и описывает белую и черную дыру вот ну это есть во всех учебниках мы это не будем рассматривать у меня в лекциях тоже это в лекциях вот здесь этого нет про решение Шварцшильда я это рассказывал в прошлом году решение Шварцшильда подробно оно есть в этом если на сайте НОЦ там они выложены отдельно там это все есть вот это мы будем не будем рассматривать в следующий раз мы космологию начнем все спасибо спасибо